Школьные автобусы, техника для подразделения МЧС, мобильный кванториум и автомобили для многодетных семей. В пятницу 25 декабря на площади Михаила Тверского состоялась торжественная церемония поручения автомобилей. Ключи от новых машин владельцам вручил губернатор Игорь Руденя. Подробности у Натальи Чекет. Недавно в Тверской области вступили в силу дополнительные меры поддержки многодетных семей. Те, у кого 5 и более несовершеннолетних детей, смогли получить сертификаты на покупку легкового автомобиля или автобуса. Этой мерой поддержки воспользовалась семья Байковых. У Натальи и Владимира семеро детей машины вручались по национальному проекту «Демография». Мы надеемся, что мы летом какую-нибудь поездку семейную совершим всей семьей, потому что реалии наших машин, мы не помещались всей семьей, приходилось на двух или как-то по очереди. А это дает нам возможность всей семьей поехать в путешествие. Впервые автомобили вручили победителям и призерам регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Обладателями пассажирского микроавтобуса «Ситроен» на 8 мест стала семья Ренца из Балаговского района. У Павла и Анастасии из деревни Будущее трое детей. Шестилетняя Арсения, четырехлетняя Злата и восьмимесячная Дарья. Наша деревня находится удаленно. Детский сад, школа, магазины. 8 километров минимум, больницы, все остальное 30. И уже с появлением Дарьи нам нашей машины легковой стало маловато. И как бы очень пригодился подарок. Шикарная машина, прям во всех этих. Компактная для семьи. Идеальный вариант. Детский технопарк «Кванториум» получил мобильный офис в рамках нацпроекта образования. Состав оборудован многофункциональным комплексом «Хай-Тек» для проведения опытов, моделирования и конструирования. Здесь есть 3D-принтер и лазерный гравер, сборочные и паяльные зоны. В течение года он будет курсировать по Тверской области. И дети, не выезжая за пределы своего района, смогут заниматься технологией, а также уроками дополнительной программы образования. В этом году определены шесть районов, в которых проводятся занятия мобильного технопарка. С сентября уже занятия начались. И такой хороший подарок к Новому году. И с начала Нового года мы уже на этой машине будем работать с этими шестью районами. Новый автобус получили районное образовательное учреждение Верхней Волжи. Как рассказывает директор школы города Бежицка Наталья Емщикова, в распоряжении учреждения был один автобус, но он очень старый. Выезжать на таком транспорте в отдаленной деревне небезопасно. Возапасно в дороге может произойти поломка, поэтому новый транспорт очень кстати. Срок эксплуатации подходит к финишу, к завершающему этапу. И поэтому заблаговременно нам вручается новый школьный автобус с целью обеспечить доступность каждому ребенку для получения образования. Всего было передано 33 автобуса для 33 школ в 25 муниципальных образованиях области. На всех машинах установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Имеется система ГЛОНАСС. Кроме того, техника оснащена устройствами для безопасности детей. Вручаем ключи от такой крупной партии, если так можно сказать, автомобильной техники. Это 54 автомашины, 33 автобуса для школ, мобильный кванториум, а также это автомобили для многодетных семей. Это 12 единиц техники для подразделения МЧС. Такое пополнение, конечно же, отвечает реализации нашей главной цели, первой из которых является улучшение демографии на территории нашего региона. Также в преддверии Дня спасателей 30-летия образования МЧС России Игорь Руденя вручил тяжелую технику для 10 пожарно-спасательных частей Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok